Дело в том, что в нашей афише, там где написано 90 лет, дня рождения Баллию, 70 лет, хайперские 10 лет, это такие пугающие цифры. Это люди, которые сейчас занимаются, которые в нашем зале сидят, им такие цифры расставляются, ну как будто бы речь идет о чем-то чуть ли не античном. И вот я должен сказать, что когда я занимался в классе Баллию, когда я поступил в 10-летку, в 10-летке наше было аж 18 лет. Это была ну любка, когда в первом классе 19 лет. Соответственно, в классе Баллию я был у Юрины, я с того момента, когда ей было 39 лет. Значит, понимаете, с точки зрения у нас теперешних, это была молодая женщина. Мы сейчас относимся к таким людям несколько так, с высоты своего возраста. И вот я хочу, чтобы просто ощущение было того, что не о старых вещах мы говорили, не о античности, не о древности. Это была жизнь молодых людей, это были молодые годы. И, между прочим, 10 лет как-то так у нас устроено, стабильно, что все как будто бы не прекращаясь, переливается. Представьте себе, 70 лет этому учреждению, а здесь всего-навсего, и сколько было директоров. У нас сейчас четвертый директор всего-навсего. Это если сказать, что в каком-то учреждении за 70 лет поменялось только 4 директора, это никто не поверит. И то же самое классы по специальности. Это люди работали и по 40, и по 50 лет. И вот когда я об этом думаю, я прихожу к выводу, какая все-таки отвратительная профессия нашего музыкального педагога. Представляете, 47 лет проработать, а вот как-то сейчас афиша висит, и у меня спрашивают, я буду выступать на этом концерте, что нужно прийти, что я кого-то приглашаю. Первый вопрос, а кто это? Вот там написано, 90 лет, более умею. Первый вопрос, а кто это? И вот такая, понимаете, участь педагогов, что, ну вот когда я поступал в ее класс, меня спрашивали, у кого я занимаюсь. Я говорю, гордо, говорю, на юр. Все знали, никто не спрашивает. Но прошли годы, и уже этого нет. И вот я думаю, что это участь, в общем-то, всех нас. Ведь то, что вкладывает педагог, оно продолжает работать невидимо. Те ученики, которых вы сейчас обучаете, это в них и маленькая частица и того, что Фан Эйнштейн делал, и того, что была Юрина делал. И во мне лично, я по себе знаю. Вот моя бабушка была ученицей Фан Эйнштейн, только Фан Эйнштейн профессор. У меня была мать того Фан Эйнштейна. Мать и Финьяна. Нет, да. Вот моя бабушка была в классе у профессора Фан Эйнштейн матери, а была Юрина у профессора Фан Эйнштейна сына. И вот во мне сошлись... Я сейчас думаю, вот то, что мои ученики сейчас делают, это и одна Фан Эйнштейн, и другой Фан Эйнштейн. Что-то они такое давали, а теперь невидимо оно продолжает работать. И вот те ученики, которые обучают пианистам, ну они обучают приемам игры и так далее. Я обучаю анализам музыки, я обучаю пониманию музыки и так далее. И во всем этом где-то частичка, они понятия не имеют, чья это частичка, но она продолжает существовать невидимо. И вот в связи с этим я вспоминаю, какими словами меня была Юрина ругала. Значит, когда она была недовольна, и когда я играл не так, как она хочет. Знаете, какое самое частое слово, вот это ругательное, звучало, ну, которое давало мне знать, а ее недовольство. Она стократно говорила слово «думай». Вот играешь – думай, думай, думай. Когда я стал теоретиком, я понял, когда играешь – думай. И что я хочу? Я хочу, чтобы сегодня прозвучала музыка. Композитор, с которым я впервые тоже столкнулся в классе, был Юриный, а потом этот композитор прошел со мной, его музыка рядом со мной всю жизнь прошла, это композитор Шума. Он у нас играется нечасто, в особенности пианисты. И это понятно, потому что главная его заслуга – это музыка вокальна. И вот когда была Юрина учила петь на рояде, и когда она говорила, что оно должно быть как будто ты поешь, то потом захотелось не как будто, а захотелось вот эту вокальную музыку. И вот я хотел показать кого-то из учеников, а преподаю я в Харьковском музыкальном училище. Ну, вы знаете, и все, кто десятилеточные, многолетние знают, какие отношения. Я еще, когда в десятилетии учился, мы всегда знали, что мы выше, что выпускники музыкальных училища с нами тягаться не будут. И за исключением одного отдела, есть один отдел, который может тягаться с дисплейками. Это отдел вокальный, потому что вокального отдела на бестиверке никогда не было. И вот наши вокалисты, они, конечно, лучше. Они потом становятся и народными артистами, и на выряду еще в Чеховской премии. И поэтому, когда юбилей был, я стремлюсь, чтобы показать что-нибудь вокальное. На прошлом юбилею была замечательная певица с отличной кантиленой, что нам и нужно. Это была Яна Бабукова. И вот в этом году, когда я, значит, инул клич, что мне нужна красивая кантилена. И вот из класса той самой Яны Бабровой, которая за это время стала москитой, певица, педагог и так далее, вот она мне дала студентку, которая у меня занималась по моим предметам, у которой красивая кантилена. И я хочу, чтобы эту кантилену вы услышали. Кроме того, значит, мы выбрали две песни, вернее так, я ее говорил на три песни. Но вот мы посовещали, что мы не успеваем три, и мы споем две песни. Это песни особенные. Значит, первая песня, у которой даже нет названия. Представьте себе, если песня называется просто словом «песня». Это нам когда-то Юрий Евгеньевич Финкерштейн говорил, что вот есть иерархия названий. Он говорил, есть грибы там, лисички, грибы какие-то, а в народе самый лучший гриб, который белый, его просто называют гриб. Так вот, у Шубарта 600 песен, все под названием, а одна песня просто называется песня. И на стихе заняться. Это произведение, после которого остается самое длительное послевкусие. Я всегда люблю это произведение в конце занятия. В конце концерта. Почему? Потому что потом целый день ходишь под этой миской. Но поскольку все равно мы не заканчиваем концерт, то мы с этой песней начнем. А вторая песня вообще особенная, но я о ней скажу между песнями. Почему? Потому что певице надо будет раздышаться. Значит, я еще потом поговорю. Выступит Алина Ильяш. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ